Не понимаете, ради чего ходите на работу? Вечно заняты и не можете сконцентрироваться? Это могут быть симптомы выгорания. Справиться с ним поможет хороший психотерапевт. Найдите своего на сайте ясно.лайф. В начале V века увядающая Римская империя подверглась массовому нашествию варваров. Германские племена окусывали куски римских земель, основывая на них собственные королевства. Однако ключевая опасность была еще впереди. Под руководством амбициозного вождя Аттиллы племя гуннов, до этого запустившее великое переселение народов, теперь само вторглось на территорию Галии. Решая судьбу Западной Римской империи, две коалиции столкнулись в самом грандиозном сражении V века, известном сегодня как битва на каталаунских полях. К середине IV века н.э. Римская империя господствовала в Западной Евразии уже несколько сотен лет, хотя прочность ее государственной машины нередко подвергалась испытаниям. Самым тяжелым вызовом для империи стал так называемый кризис III века – период тяжелых политических и социально-экономических потрясений, сопровождавшийся гражданскими войнами и варварскими нашествиями. Согласно традиционной точке зрения, именно с того момента, начался закат славы Рима, выразившийся в экономической фрагментации Средиземноморья, падении престижа центральной власти и разделе государства на западную и восточную части. Однако альтернативная точка зрения говорит о том, что из кризиса III века Рим вышел с лучшей системой управления и более эффективной армией. Как писал историк Джон Мэтьюс, империя во времена Амиана Марцеллина не имела себе равных в греко-римской истории по масштабам и сложности государственной организации. Одновременно изменения происходили по другую сторону Рейнско-Дунайского Лимиса. Пока Римская империя преодолевала кризис III века, многочисленные германские племена, населявшие периферию известного римлянам мира, начали объединяться в крупные племенные союзы – алиманов, франков, саксов, вандалов, готов и других. Несмотря на возросшую мощь таких объединений, они мало угрожали существованию Рима. Скорее наоборот, соседство с империей было экономически выгодным и в конце концов позволило германцам сформировать ранние формы королевской власти. Римские и германские миры, казалось, находились в состоянии равновесия. Вторжение гунов изменило ситуацию кардинальным образом. Гуны, скорее всего, происходили от народа хуну, терроризировавшего северные границы ханьского Китая на рубеже тысячелетий. В середине II века н.э. хуну, потерпев ряд поражений, были вынуждены откочевать на запад и обосновались в Средней Азии, фактически выпав со страниц мировой истории на два столетия. Однако уже в IV веке часть хуну мигрировала дальше на запад. Причины этого переселения до конца неясны. Свою роль могли сыграть изменения климата, давление со стороны других народов или банальная жажда золота. Так или иначе, к 350-м годам хуну пересекли Волгу, а уже в 370-х годах все римские источники в один голос возвестили о внезапном появлении в степях кочевого народа, известного с той поры как гуны. Первым, кто попал под каток гунов, стали причерноморские алланы. Следом за ними в течение буквально нескольких лет последовало королевство готов. Волны германских племен, спасаясь от степных завоевателей, лавины покатились на запад, наседая друг на друга и создавая эффект домино. Сегодня эта массовая миграция известна как «Великое переселение народов». Последовавшие события хорошо известны. В 376-м году в Вест-Готе, западная ветвь готов, пересекли Дунай и уничтожили армию Восточной империи при Адрианополе. Вскоре их удалось замирить и расселить в Маэзии, однако уже в 390-х годах они снова подняли восстание и разграбили Грецию. Зимой 406-го года вандалы, алланы и свевы форсировали рейн и начали бесчинствовать в Галии. Четырьмя годами позже Вест-Готы добрались до Рима и подвергли вечный город первому разграблению за восемь веков. Раздираемая внутренними противоречиями и варварскими ордами, Римская империя оказалась на пороге военно-политического коллапса. Непосредственную предысторию битвы на каталаунских полях обычно принято начинать в 423-м году. После смерти западного императора Гонория трон захватил узурпатор Флавий Иоанн, однако его власть оставалась предельно шаткой. Иоанну нужны были лояльные воинские контингенты, и он отправил к царю гунов Руя посольство с телегами золота, чтобы завербовать в армию гунов-наемников. Посольство возглавлял Флавий Аэций, выходец из римской военной аристократии, который провел у гунов несколько лет в качестве заложника и потому обладал полезными связями. Аэций успешно набрал войско и поспешил обратно в Италию, однако опоздал. Когда он достиг Аквилеи, Иоанна свергли, и императором был провозглашен семилетний Валентиниан, хотя реальная власть находилась в руках его матери, Галлы Плацидии. Плацидия предпочла не вступать в открытый конфликт с мятежным военачальником. В обмен на признание ее сына императором Аэций получил пост командующего армии в Галлии. В 20-х годах V века Галлия находилась в состоянии перманентного хаоса. Вестготы, осевшие в Аквитании, активно расширяли свое королевство. Франки и бургунды преодолели Рейнский лимес, а в Арморике свою власть провозгласили богоуды, беглые рабы, крестьяне и дезертиры. В течение 430-х годов, полагаясь исключительно на наемных гуннов, Аэций военными методами наводил в Галлии порядок. Он остановил продвижение франков на северо-востоке, снял осаду с осажденного вестготами Арля и восстановил римскую власть в Нарбоне, хотя взамен был вынужден признать независимость королевства вестготов. В 437 году он нанес сокрушительный удар по бургундам, а еще через два года обезглавил восстание богоудов, захватив в плен их вождя. Для дальнейшего сдерживания вестготов и богоудов Аэций переселил кочевых Алланов в район Орлеана. К 440-м годам, благодаря усилиям Аэция, в Галлии установилось некоторое затишье, однако грозовые тучи быстро сгущались на востоке. В 433 году умер союзник Аэция, царь Гунов Руа. Ему наследовали племянники Бледа и Аттила. Но уже вскоре Бледу постиг несчастный случай на охоте. Вполне возможно, Аттила подстроил убийство брата, хотя мы не можем утверждать это наверняка. Так или иначе, для укрепления своей власти Аттила перешел к крайне агрессивной внешней политике. Он запретил гуннам поступать на военную службу к Риму, что должно было серьезно ухудшить положение Аэция. В ходе двух походов в 441, 42 и 447 годах гунны опустошили Балканы, чуть было не захватили Константинополь и к 448 году взымали с Восточной империи дань в размере трех тонн золота ежегодно. Теперь, когда Дунайское пограничье было окончательно разорено, Аттила начал искать источник богатства и славы в другом месте. Его взор обратился на Западную империю. Повод для вторжения появился у Аттилы случайно. Около 450 года сестра Валентиниана Гонория после серии придворных интриг была выдана замуж по расчету. Недовольная своим положением, Гонория отослала Аттиле письмо с просьбой о спасении, приложив к нему именной перстень. Неизвестно, действительно ли перстень символизировал приложение руки и сердца, но Аттила, по-видимому, именно так его и воспринял, потребовав у Валентиниана половину галии в качестве приданного. Когда же из Равенны пришел ожидаемый отказ, Аттила во главе армии гуннов и своих германских вассалов с полным основанием выступил в поход, чтобы силой отобрать полагавшиеся ему, как он считал, земли. Аттила переправился через Рейн весной 451 года. Под его рукой была многотысячная армия, и обеспечить ее достаточным количеством припасов было задачей не из легких. Чтобы предотвратить проблемы с логистикой, войско гуннов должно было постоянно находиться в движении, подвергая грабежу сельскую местность и принуждая к сдаче города, в идеале, без длительной осады. 7 апреля 451 года гунны захватили и разграбили Мец. Последующие шаги Аттилы восстановить довольно сложно. В раннехристианских легендах содержатся сведения о разрушении Реймса, Майнца, Страсбурга, Кёльна, Вормса и Трира, однако проверить эту информацию невозможно. С уверенностью можно утверждать только то, что с апреля по июнь 451 года армия Аттилы двигалась широким фронтом от Меца в сторону Орлеана. Не встречая серьезного сопротивления, гунны могли свободно перемещаться по сельской местности, руководствуясь не столько военной логикой, сколько соображениями логистики и грабежа. Тем временем Аэци ввел срочные переговоры с Вестготами, Аланами и Багаудами, надеясь сколотить антигунскую коалицию. Общая опасность действительно сплотила бывших соперников. Однако, чтобы собрать единое войско, Аэцию требовалось время. А пока в условиях отсутствия военного сопротивления и фактического развала гражданской администрации борьба с нашествием в Северной Галлии легла на плечи местных церковных властей. Вкупе с бурным распространением христианства и жестокостями гуннов это породило множество историй о сопротивлявшихся Аттиле святых и мучениках. Самой известной из этих раннехристианских легенд стала история святой Геннавефы. Когда гунны приблизились к Парижу, в те времена небольшому поселению на берегу Сенны, Геннавефа остановила панику среди горожан и призвала их молиться, чтобы гунны прошли мимо. По итогу Париж действительно избежал разграбления. Другая легенда посвящена святой Урсуле Кёльнской. Согласно преданию, когда Урсула в сопровождении 11 тысяч британских дев ехала в Кёльн на свадьбу, на процессию напали гунны и перебили всех, причем Урсулу поразил из лука сам Аттила. В отличие от Геннавефы и Урсулы, святой Луб, епископ Труа, был вполне реальной фигурой. Согласно житию, Луб встретился с Аттилой перед стенами города. Одетый в полное епископское одеяние, Луб спросил Аттилу, кто он такой, на что последовал знаменитый ответ. «Я – бич божий». «Если ты тот, за кого себя выдаёшь, бич божий», – стоически заметил Луб, «то наказывай нас настолько, насколько позволит ведущая тебя рука». Аттила, как считается, был настолько впечатлён мудростью епископа, что пощадил город. К июню 451 года основные силы Аттилы достигли предместий Орлеана. По версии готского хрониста Иордана, в подробностях описавшего происходившие тогда события, Сангибан, король Алланов, в страхе перед будущими событиями пообещал сдаться Аттиле и передать в подчинение ему гальский город Аврелианум. Если верить истории о местном святом, Аттила осадил город, но не смог его захватить благодаря очередному божественному вмешательству. Скорее всего, это тоже выдумка. По версии Иордана, объединённые силы Аэтца и короля вестготов Теодориха достигли города первыми и успели укрепить его земляными валами. Аттила внезапно оказался перед тяжёлым выбором. Штурмовать Орлеан, набитый римлянами, Вестготами и Аланами, было бы тактически самоубийством, а длительная осада неизбежно вызвала бы проблемы с логистикой. С другой стороны, возвращаться обратно за Рейн, собрав такую армию вторжения, Аттила тоже не мог. Единственное, что теперь оставалось, это искать подходящее место для генерального сражения. Вполне возможно, именно такими соображениями и руководствовался царь гунов, когда отступил от Орлеана в сторону равнин современной Шампании. Аэтцы и Теодорих возглавили преследование гунов, следуя несколькими параллельными путями. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Сошлись стороны на каталаунских полях. Место это было от лога, оно как бы вспучивалось, вырастало вершиной холма. Так описывал Иордан место сражения. Указанные хронистом каталаунские поля современные исследователи уверенно соотносят с античным городом Доро-Каталауном, сегодня Шаллон-Ан-Шампань. Однако окружающие его земельные угодья простираются на десятки километров, из-за чего определить конкретный холм, рядом с которым произошло сражение, долгое время считалось невозможным. К счастью, свидетельства о сражении этим не ограничиваются. Несколько ранее в своей работе Иордан также указывает, что сошлись на каталаунских полях, которые иначе называют мауриакскими. Название Маурика фигурирует и в других письменных источниках. Так, продолжение к хронике Проспера-Аквитанского позволяет определить местоположение Маурики. Произошло сражение на пятой миле от Трикасе, Труа, в местности, именуемой Маурика, на её полях. Окрестности Труа представляют собой совершенно плоскую равнину. Однако, в пяти милях к западу от города местность действительно вспучивается, образуя холм в точном соответствии с описанием Иордана. Сегодня этот холм известен как Мангё. Однако, ещё в XIX веке территория вокруг него называлась Ле-Мор, подтверждая гипотезу, что это то самое место, где встретились войска Аттилы и Аэция. Современные исследователи также обратили внимание на несколько леденящих душу топографических названий. Поле у подножия холма Мангё называется Лёнфер или Ат. В сторону Труа течёт небольшой ручей, район которого известен как Ла-Ривьер-де-Кор, дословно Река-Тел. По-видимому, это дальние отзвуки произошедшего здесь масштабного побоища. На сегодняшний день окрестности холма Мангё считаются наиболее правдоподобным местом битвы на каталаунских полях, хотя недостаток археологических находок пока не позволяет окончательно отвергнуть альтернативные версии. К утру 20 июня 451 года Аттила достиг берега Сены и прекратил отступление, собираясь дать Аэцию генеральное сражение на равнинной местности, идеально подходившее для его конных лучников. Пока гунны с союзниками разворачивали военный лагерь, их разъезды следили за приближением сил Аэция, а передовой отряд, по-видимому, заехал на холм Мангё, с которого открывался отличный вид на окрестности. Это обстоятельство могло бы сильно затруднить развертывание подходившей армии Аэции, и римский военачальник поручил Вестготской кавалерии под командованием Торисмунда, сына Вестготского короля, выбить гунов с возвышенности. Бой на холме Мангё стал прелюдией к основному сражению. Форма холма благоприятствовала атакующим, по пологому западному склону Вестготские всадники смогли быстро въехать на вершину. По мере приближения Вестготов, гуннский разъезд старался выдерживать дистанцию, разделяясь на небольшие группы и изматывая врага стрелами. Вскоре, однако, у гунов стало заканчиваться пространство для манёвра. Под натиском Вестготов конные стрелки Аттилы рисковали оказаться прижатыми к крутому восточному склону. Пустив ещё некоторое количество стрел по противнику, гунны поспешили отступить в сторону основного войска. В некоторых источниках утверждается, что Аттила отправил к холму подкрепление. Вряд ли царь гунов всерьёз стремился вернуть контроль над возвышенностью. Скорее всего, это были силы прикрытия, позволившие передовому отряду благополучно спуститься с Мангё. Пока происходили события на холме, Аэций разворачивал остальную армию на равнине. Его хрупкая коалиция трещала по швам, поэтому военачальник стремился вступить в битву с гуннами как можно скорее, пока вынужденные союзники римлян не разошлись по домам. Впрочем, полевое сражение, к которому так стремился Аэций тоже таило в себе опасности, главной из которых были конные лучники гунов, чей фланговый удар мог оказаться фатальным для римско-вестготского войска. Чтобы не допустить такого поворота событий, Аэций, по-видимому, выстроил свое войско так, чтобы максимально обезопасить края построения. Свой правый фланг он прикрыл холмом Мангё, а левой густым лесным массивом. Вестготы Теодориха занимали правый фланг. Хотя многие из них на марше передвигались верхом, на поле боя вестготы спешивались и, чтобы защититься от стрел, формировали стену щитов. Контингент Торисмунда вероятно остался на холме Мангё, по-прежнему в конном строю, чтобы иметь возможность нанести удар в критический момент боя. Левое крыло занимали римляне, а также, предположительно, более мелкие отряды франков, бургундов, саксов и богоудов. Мы не знаем детали их развертывания, но, вероятно, они, как вестготы, сформировали стену щитов, поддерживаемую с тыла пешими лучниками и конным резервом. Аланов сангибана Аэци поместил в центре. Это было спорное решение, поскольку верность Аланов общему делу стояла под большим вопросом. По всей видимости, Аэци стремился окружить их с обеих сторон более верными частями, тем самым уменьшив риск бегства. Войско Атилы выстроилось на противоположном краю поля. Сам Атилы во главе гуннских частей занял позицию в центре построения. Остготов он расположил на левом крыле, а Гепидов на правом. Франки, Бургунды, Тюринги, Алиманы, Руги, Герулы тоже, возможно, распределились по флангам, однако у нас нет точных указаний, где конкретно они находились. Вполне логично предположить, что большая часть союзников Атилы сражалась верхом. К сожалению, установить численность сторон практически невозможно. Все, что у нас имеется, это нереалистичные сообщения хронистов о сотнях тысяч человек с обеих сторон. Атила мог чувствовать себя вполне уверенно. Он никогда до этого не терпел поражений, а его армия хорошо отдохнула после долгого марша. Иордан, тем не менее, рисует совсем другую картину. По сообщению хрониста, Атила беспокоился по поводу неблагоприятных пророчеств, а отступление с холма Мангё нанесло удар по боевому духу армии. Опасаясь поражения, Атила не начинал битву до вечера с той целью, чтобы в случае неудачи наступающая темнота помогла скрыть общий отход. Кроме этого, Атила выступил перед войсками с длинной ободряющей речью, завершив её знаменитой фразой «Кто пребывает в покое, пока Атила сражается, тот уже мёртв». Современные исследователи, впрочем, сомневаются в реальности этих слов, считая, что речь Атила это не более чем художественный вымысел Иордана. Наконец, когда день начал клониться к закату, царь гуннов двинул свои войска вперёд. Атила скорее всего рассчитывал, что астготы на левом фланге и гиппиды на правом смогут связать боем вестготов и римлян, дав гуннам время прорвать позиции Алланов, а затем окружить и уничтожить отряды Теодориха и Аэция. Военную тактику гунов подробно описывал римский автор Амиан Марцелин. В бой они бросаются, построившись клином, и издают при этом грозный, зазывающий крик. Лёгкие и подвижные, они вдруг специально рассеиваются и не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Первые выстрелы конные лучники делали во время движения к врагу, следующие, когда отряд разделялся на мелкие группы, а последний, парфянский выстрел, в момент отступления. Подобные хоровод гуны могли продолжать в течение нескольких часов, атакуя последовательными волнами, пока в стене щитов не начинали появляться бреши. Психологическое воздействие на римско-вестготские порядки должно было быть колоссальным. Солдатам приходилось стойко держать позицию при виде стремительно приближавшейся лавины конных лучников, издававшей дикие крики и испускавшей сотни стрел. Однако большие овальные щиты скутумы делали свое дело, предотвращая массовые потери в пеших порядках на флангах римлян и вестготов. Ситуация была намного хуже в центральной части построения. Кочевые аланы не обладали традициями пешего боя и, по всей видимости, остались в конном строю, из-за чего понесли гораздо больший урон от стрел гунов, чем их союзники. Когда Аттила посчитал, что центр римско-вестготской армии достаточно ослабел, он отдал приказ о начале решительного рукопашного натиска. Нападение гунов привело аланов в еще больший беспорядок, и те начали постепенно уступать позиции противнику. Иордан пишет, что давление со стороны гунов было настолько сильным, что в какой-то момент между вестготами и аланами даже образовалась брешь. Самим вестготам, несмотря на плотную стену щитов, тоже приходилось не сладко. Им пришлось отражать череду кавалерийских атак со стороны их родичей астготов. Вооруженные купями и дротиками конные астготы подвергали плотный строй Теодориха последовательным нападениям, обмениваясь ударами с передними рядами пехоты, а затем отступая, чтобы собраться для следующей атаки. Сходятся в рукопашную. Битва лютая, переменная, зверская, упорная. О подобном бое никогда до сих пор не рассказывала никакая древность. К сожалению, у нас отсутствуют сведения о том, что происходило на фланге Аэция, однако логично предположить, что, подобно астготам, гипиды Ордарика сковали своими атаками римские части. Одновременно на этом участке двинулись в атаку германские союзники Атилы, предпочитавшие пеший бой конному, тюринги, пранки и алиманы. Столкновение двухлиний пехоты происходило бы в более размеренном темпе, чем действия кавалерии. Как только стороны оказывались в непосредственной близости, происходил смертоносный обмен метательным оружием. Франки метали Франциско, свои знаменитые топоры, а также ангоны, тяжелые дротики. В ответ им летел град позднеримских плюмбат, легких дротиков, пришедших на смену пилумам. Когда линии сходились в ближнем бою, солдаты в первых рядах начинали работать мечами и копьями, выискивая возможность преодолеть защиту противника и нанести удар, в то время как задние ряды продолжали забрасывать противника снарядами. Линия соприкосновения подобно маятнику качалась то в одну, то в другую сторону. Пока силы Аэция сдерживали союзников Атилы, на правом фланге случилось несчастье. Король Теодорих, объезжая войска для их ободрения, был сшиблен с коня и растоптан ногами своих же. Его смерть легко могла сломить боевой дух союзников Аэция. Аланы отступали все дальше, а Вестготы находились под страшным давлением. Нервы были напряжены до предела. Если бы Вестготская стена щитов обрушилась, для Аэция все было бы кончено. Однако в этот критический момент на поле выехал конный отряд Торисмунда, до сих пор остававшийся на возвышенности. Внезапная кавалерийская атака во фланг войска Матилы произвела сокрушительный эффект. Сражавшиеся здесь Астготы наверняка попали в частичное окружение и вынуждены были прорываться назад с большими потерями. Вполне возможно, из-за произошедшего здесь побоища это место и получило название Ад. Иордан подразумевает, что после флангового удара Торисмунда гуны и их союзники немедленно прервали натиск и начали отступление в сторону укрепленного лагеря. Реконструировать заключительные этапы битвы можно лишь приблизительно. По мере отступления битва продолжала бушевать на всем протяжении равнины. Некоторые отряды конных лучников должно быть прикрывали отход, задерживая преследователей, а затем отступая под защиту основных сил. К тому же, как и рассчитывал Аттила, на поле постепенно опускалась темнота, что делало дальнейшее преследование невозможным. Римляне и вестготы остались ночевать прямо на поле, рядом с лагерем Аттилы. На следующий день Аэци и его союзники собрались, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Решено было взять полевые укрепления гунов в осаду. Лагерь Аттила теперь был отрезан от снабжения, в то время как армия Аэция могла восполнять запасы провизии в Труа и его окрестностях. Аттила тем временем готовился принять героическую смерть. По словам Иордана, он соорудил костер из конских седел и собирался броситься в пламя, если бы противник прорвался, чтобы никто не возрадовался его ранению и чтобы господин столь многих племен не попал во власть врагов. Нападение на лагерь гунов действительно могло состояться. Вестготы обнаружили тело павшего короля и Торисмунд, ставший новым лидером вестготов, стал настаивать на проведении штурма. Но Аэций не только отговорил Торисмунда, но и посоветовал ему немедленно возвратиться в свои владения, пока власть над королевством не узурпировали братья. Почему римский военачальник, имея прекрасную возможность покончить с гунами раз и навсегда, не воспользовался таким шансом, вызвало споры еще у современников битвы. Иордан считал, что Аэций опасался чрезмерного усиления готов, а хроника Фредегара указывает, что его подкупил Аттила. Эти соображения вполне возможно являются выдумкой. Однако все источники неизменно характеризуют Аэция как хитрого политика, приверженного римской максиме разделяй и властвуй. Так непостоянство человеческое лишь только встретиться с подозрениями пресекает то великое, что готово совершиться. Горько завершал Иордан рассказ о сражении. Масштаб и ожесточенность битвы на каталаунских полях произвели глубокое впечатление на современников. Тем не менее, ее настоящее значение оценить сложно. Победа римлян не предотвратила окончательный развал Западной империи двумя десятилетиями позже. Но в чем Аэци действительно преуспел, это в сохранении достижений античной цивилизации в Северной Галии, которые в случае победы Аттилы наверняка оказались бы утеряны. Отдавая дань уважения его политическим, дипломатическим и военным талантам, современники заслуженно наградили Аэция почетным эпитетом «последний римлянин». Но какой бы знаменательной не была его победа, правда заключалась в том, что Аттила еще не был полностью побежден. Царь Гунов не смог завоевать Галию, однако его власть оставалась безграничной, а амбиции необузданными. Уже на следующий год Аттила вторгся в Италию, подвергнув разграблению Аквилею, Милан и Павию. Разрушение Аквилеи было настолько масштабным, что население предпочло не возвращаться в город и основало в лагуне Адриатического моря новое поселение Венецию. По словам хронистов, Аттила хотел двинуться и на Рим, однако не стал искушать судьбу и покинул Италию. Традиционно считается, что Аттила принял это решение после аудиенции с папой Львом I. Однако другое, более приземленное объяснение состоит в том, что армия Аттилы страдала от голода и чумы. Как бы то ни было, к концу года гунны отступили за Дунай. Уже через три года после битвы на Каталаунских полях большинство ее участников были мертвы. Торисмунд погиб в 453 году в результате дворцового переворота, о котором его предупреждал Аэций, и королем Вестготов стал брат Торисмунда Теодорих II. В том же году во время пира, посвященного своей новой жене, умер Аттила. Смерть вождя вызвала быстрый развал его империи, сопровождавшейся восстанием германских вассалов. Возглавляемые Ордарихом правой рукой Аттилы на каталаунских полях, гипиды и другие германские племена окончательно разгромили гунов в битве при Недао в 454 году. Судьба была не более благосклонна и Каэцию. Император Валентиниан никогда не питал к нему симпатий и с угасанием гуннской угрозы потребность в военном таланте Аэция отпала. В сентябре 454 года Валентиниан вызвал последнего римлянина в Равену и собственноручно прикончил его. В следующем году два гуннских телохранителя Аэция отомстили Валентиниану той же монетой. История античной цивилизации стремительно приближалась к своему завершению. Уже через 23 года Западная Римская империя прекратит существование, ознаменовав начало новой эпохи в европейской истории. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Бусти, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!